Посредством глаза, но не глазом, смотреть на мир умеет разум. А если наступил момент, когда глазам нужна помощь, когда зрение катастрофически начинает меняться и не в лучшую сторону. Справиться практически со всеми болезнями глаз вам помогут в Центре микрохирургии Глаза Макарчука. Это клиника, в которой работают врачи-профессионалы, использующие в лечении только современные методики, новейшее оборудование и, самое главное, индивидуальный подход, каждому пациенту. И это подтверждают люди, которым в Центре микрохирургии Глаза Макарчука зрение сохранили. В один прекрасный момент я просто, скажем так, ослеп. Послеп, я не видел ничего. Я просто не видел ничего. Без чьей-то помощи я не мог передвигаться. Но я не терял надежды. Я остановился на Константином Васильевичем Макарчуке, на его клинике. Надежду терять не надо, потому что я думаю, что мне повезло. Потому что даже в данный момент я сижу, вот вижу вас, общаюсь с вами, как бы я передвигаюсь по улице. Я могу этим наслаждаться, как и прежде. На 100% здесь профессионалы, я в этом убедилась. Дальнозоркость и близорукость, катаракта и глаукома, астигматизм, амблиопия. У каждого заболевания свои симптомы. Молнии, черные точки перед глазами – выпадающие фрагменты обзора. Что это? Офтальмологи отвечают. Подобные симптомы говорят об отслоении сетчатки, что может привести к частичной или полной потере зрения. Факторов риска несколько. Один из них – сахарный диабет. Диабетическая ретинопатия – достаточно сложное и грозное заболевание, когда на фоне сахарного диабета поражается сетчаткой глаза, что является основной причиной слепоты. Юлия Кебец знает об этом не понаслышке. При диабете первого типа она заметила изменения своего зрения. Поначалу незначительные. В 2018 году обратилась в Центры микрохирургии глаза Макарчука. Таковых изменений по зрению не было, не чувствовала. Единственное, что когда вечером садилась за руль, начала плохо видеть. Боковую дорогу, при фарах пришла с такой достаточно запущенной формы, потому что оно никак не мешало мне жить. Я же изнутри не вижу, что там происходит. И я сюда уже пришла достаточно запущенным глазом. Лечение. Делали лазерную коагуляцию, чтобы как-то оккупировать эти сосуды, которые нарастают при ретинопатии. Ну и, конечно же, динамика обязательно. Если что-то было стабильно более или менее, все равно раз в две недели, раз в месяц надо было прийти и посмотреть. Диабетическая ретинопатия протекает весьма коварно. На начальных стадиях человек практически не замечает проявления болезни и только доктор на специальном оборудовании может выявить явную картину изменений на сетчатке. Очень часто сохраняется высокое зрение. При этом на сетчатке мы видим выраженные изменения, пролиферативные изменения. То, что называют диабетическая пролиферативная ретинопатия. Часто у этих пациентов неоднократно случается кровоизлияние, которое лечит рассасыванием каких-то препаратов. Наверное, один, максимум два раза можно это провести. Мы симптоматически человеку улучшаем зрение, кровь рассасывается, однако твердая часть крови, она одеялом ложится на сетчатку и в последующем идет эта пролиферация и стягивание сетчатки. Появляются разрывы, появляется отслойка сетчатки. И уже тогда отыграть многое невозможно. Часто процесс частично необратимый. Юлии Кебеца был поставлен неутешительный диагноз. Пролиферативная диабетическая ретинопатия обоих глаз. Было назначено лечение лазером. Лазерная коагуляция сетчатки является золотым стандартом при лечении диабетической ретинопатии. Суть метода заключается в том, что на сетчатку наносятся лазерные коагуляты в тех местах, где происходит ишемия. В данном случае это практически вся поверхность сетчатки. И лазерные коагуляты в дальнейшем замещаются рубцовой тканью, которая меньше потребляет кислорода, что приводит к регрессу новообразованных сосудов. Новообразованные сосуды на диске зрительного нерва, к сожалению, уходят не так быстро, как сосуды на сетчатке, допустим, что было и в нашем случае. Тут очень важно регулярное наблюдение, контроль глюкозы, а также контроль артериального давления. У Юлии помимо того, что уровень глюкозы плохо поддавался лечению, был перерыв в наблюдении. За это время появились новые сосуды и участки глиозы, которые вызывают натяжение сетчатки. Такая патология, к сожалению, не имеет адекватной консервативной терапии и подлежит лишь хирургическому лечению. Чтобы не потерять зрение, Юлии Кебец предложили сделать викторектомию. Сейчас имеем уже вот этот итог, вот эти кровоизлияния, вот это одеяло, которое ничем не рассосать, ничем не убрать, кроме как хирургически, оно начало просто натягивать, стаскивать сетчатку, заворачивать ее. И то, что мы имеем, вот разрыв центральный, отслойку сетчатки. И задача хирурга – вот это одеяло, которое очень плотно фиксировано к сетчатке, полностью убрать. Операция сложная. Требует высочайшей квалификации хирурга и его бригады. Суть вмешательства заключается в удалении в максимальном объеме измененного стекловидного тела и устранении тракций на сетчатку. В зависимости от конкретных проявлений диабетической ретинопатии, состояние стекловидного тела и сетчатки в Центре микрохирургии Глаза Макарчука выберут один из определенных методов оперативного лечения, индивидуально для каждого пациента. По окончанию операции полость стекловидного тела заполняется одним из необходимых препаратов – сбалансированный физиологический раствор, жидкий силикон или специальный газ. Первые ощущения были, ну, конечно же, после операции была повязочка на глаз, наклейка. На второй день, когда я пришла на осмотр, уже после операционной, это обязательно. Посмотрели, вот результат очень порадовал даже самого доктора. Оно сразу почувствовалось. Как только сняли, я такая, я вижу сбоку. Еще рано о чем-то говорить, но я думаю, что результаты есть, мы видели их, вот, и это очень радует. Есть надежда на доктора, есть вообще для многих пациентов с диабетом – это хорошая надежда. Надежда должна быть всегда. Всесторонний и индивидуальный подход к выбору метода лечения глазных проявлений сахарного диабета, предлагаемый в Центре микрохирургии глаза Макарчука позволит избежать слепоты и сохранить зрение. Пациент становится очень близким к доктору и клинике, несмотря на всю тяжесть и сложность. Конечно, это не может не радовать, не приносить какие-то положительные эмоции. Отличное зрение доступно в Центре микрохирургии глаза Макарчука. Здесь отвечают за результат. Продолжение следует...